МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди вновь назначенных министров Сергей Артамонов, до недавнего времени руководивший управлением в администрации главы республики, а еще раньше возглавлявший администрацию цивильского района. С этого дня он министр сельского хозяйства. Михаил Игнатьев отметил его заслуги на различных управленческих постах. Задачи придется в перспективе решать сложные. Об этом вы сами, наверное, думаете, чувствуете. Ибо вопросы продовольственного обеспечения сегодня вышли на первый план. Мотивации хорошие для земледельца, для сельского хозяйства. Полагаю, что вы справитесь с теми поставленными новыми задачами перед земледельцами, перед целым агропромышленным корпусом. Спасибо за продолжение, Михаил Игнатьевич. Я постараюсь сделать все для того, чтобы сделать так в нашей аграрной республике, так как мы понимаем, что 40% у нас жителей проживает в сельской местности. Я постараюсь все сделать так для того, чтобы им качество жизни населения улучшали и повлучшались. А Сергей Павлов, освобожденный от должности министра сельского хозяйства, сегодня же был назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии. Эта сфера деятельности хорошо знакома ему по предыдущим местам работы. Теперь новому руководителю предстоит присоединить к доверенному ему ведомству государственную охотно-репслужбу. Будем работать для того, чтобы недорчу вашей и природу чуваши сохранить. Миссия ответственная, чтобы по использованию лесных участков, лесных выходей, недр, чем мы богаты в Чувашской республике, чтобы была проведена работа прозрачно, публично, открыто, соблюдая все нормы законодательства. Заменные в команде Минспорта Чувашия. Возглавил ведомство Сергей Шултухов, бывший заместитель министра. Перед новым членом правительства глава республики поставил приоритетную задачу «Развивать в республике профессиональный и массовый спорт». Работа по подготовке спортивного резерва продолжается. Мы сейчас в октябре завершили прием детей в спортивную школу. У нас по прошлому году было 37 тысяч занимающихся. В этом году прибавку мы ощутим, наверное, где-то 38-39 тысяч мы наберем. Михаил Игнатьев отметил, что новый министр должен держать под личным контролем ход строительства крупных спортивных объектов. Они должны быть открыты точно в срок. Медриковалев и Асиль Мухаммедов. Республика. Вместо Министерства имущественных и земельных отношений теперь будет Государственный комитет. Изменения коснулись и Минздрав, соцразвитие Чувашии. Перед сформированным Госкомитетом сохраняются задачи, которые ставились перед министерством. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, повышать публичность работы, координировать деятельность муниципалитетов. Михаил Игнатьев также рекомендовал председателю Государственного комитета Наталье Тимофеевой не забывать про такой важный инструмент, как народный контроль. Задачи уже определены. В этом направлении мы работаем, собираемся только развиваться с точки зрения сокращения сроков процедуры, осуществления тех или иных услуг, которые осуществляет, теперь будет осуществлять Государственный комитет, а раньше осуществляло министерство, и с точки зрения усиления ответственности за принятые решения. Изменения произошли и в Министерстве здравоохранения и социального развития. Теперь это два отдельных ведомства. Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики труда, которое будет заниматься социальной защитой и занятостью населения. Сергей Димитриев занял должность министра этого ведомства. Что касается отрасли здравоохранения, то ее по-прежнему возглавляет Алла Самойлова. Сегодня свою работу продолжила 32-я сессия Государственного совета. Неделю назад депутаты не успели рассмотреть все вопросы повестки дня. Часть пришлось перенести на сегодня, но за 7 дней прибавились и новые. Что обсуждали сегодня народные избранники в репортаже Татьяны Молоковой. Из депутатов вице-премьеры. Именно так изменилась судьба Михаила Резникова, депутата Государственного совета Чувашии. Еще неделю назад он был и руководителем одного из крупнейших предприятий республики. А сейчас заместитель председателя кабинета министров, курирующий в правительстве промышленность. Михаил Резников – кандидат технических наук по образованию, инженер-механик. Сейчас готовит докторскую диссертацию. Он был избран в парламент республики по единому избирательному округу. В ближайшее время фракции «Единая Россия» в госсовете и региональный полицовет назовут имя человека, который займет место Резникова. Три года было с вами. Пройти эту школу, депутаты Государственного, для меня это было очень важно, очень достойно. Я хочу сказать спасибо вам всем за взаимоотношения, за помощь. Самое главное, что на этой должности нужно пахать и пахать. И там достаточно очень много работы, и работы интересные. Самое интересное, что эту работу в большей степени я ее знаю. Свои знания я потрачу на то, чтобы, находясь в этой должности, я не просто на ней находился, а успел что-то полезное, новое для республики, для промышленности, для сельского хозяйства. Депутаты обсудили и проект закона об особенностях составления и утверждения проектов бюджета. В конце сентября президент России подписал закон о приостановлении действия пунктов бюджетного кодекса, в котором говорится о трехлетнем составлении бюджета. На федеральном уровне сегодня заблокированы бюджетные правила. Это правило гласило о том, что цена на нефть за три года суммировалась в предыдущие, поделилась на три, и эта сумма, которая получалась, прогнозировалась в бюджете следующего года. Сегодня мы понимаем, что если суммируют цену на нефть за предыдущие три года, мы никак не уйдем в те цены, которые сегодня имеются. По факту, раз. Соответственно, мы должны жить в том бюджете, который у нас сегодня есть. Это первое правило. Второе правило, или второе изменение, это мы сокращаем срок рассмотрения бюджета с 55 дней, который сегодня имеется в регламенте, до 35 дней. Обусловлено это, в первую очередь, тоже динамикой. Мы должны очень динамично двигаться сегодня, быть в тренде экономики, как мировой, так и федерального законодательства. В России увеличат денежные выплаты по случаю рождения третьего ребенка. Соответствующие распоряжения сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо этого, повысился и прожиточный минимум для детей. В связи с этим, общий объем субсидий для субъектов Российской Федерации увеличен до 13,7 миллиардов рублей. В списке дотационных регионов находится и Чувашия. Данное распоряжение позволит обеспечить все нуждающиеся семьи денежными средствами. В Чебоксарах начала работу окружная конференция нейрохирургов. Традиционно она проводится каждый год в разных субъектах ПФО. Выбор Чувашии не случайен. Нейрохирургической службе республики исполняется 50 лет. В 1965 году на базе республиканской клинической больницы было открыто новое отделение на 25 коек. За эти годы врачи республики не просто провели тысячи операций, но и завоевали высокий авторитет у коллег из других регионов. Должен отметить то, что на общем фоне, я располагаю материалом по всем 14 областям, на общем фоне республика выглядит очень неплохо. И самое главное, что очень значительный прогресс. Потому что это у нас не первая здесь конференция. Где-то, наверное, порядка 6-7 лет назад была. И, конечно, есть с чем сравнивать. Это самое главное. Сегодня задачи и перспективы службы нейрохирурги обсуждают вместе с травматологами-ортопедами. Они часто встречаются за операционным столом. Кстати, совместная операция пройдет и в рамках научно-практической конференции. Мастер-класс проведут нейрохирурги из Челябинска. На этой неделе более 5000 школ России станут участниками проекта «Экологический урок Вода России», который проводит зеленое движение «Эко» совместно с Федеральным министерством природы. Чувашия также принимает участие в этом проекте. На днях о важности водных ресурсов рассказали второклассникам 54-й школы Чебоксар. Отправляемся в путешествие по миру, удивительному миру воды. Мы узнаем очень много интересного о воде. И выясним, почему же это богатство нужно беречь и хранить. Сегодня перед этими малышами стоит весьма взрослая задача – стать экологическими героями, хранителями воды. Пока же у них вызывают огромное удивление и интересные факты на эту тему. Оказывается, чтобы появился один лист бумаги, нужно одно ведро воды. А чтобы произвести одну пару джинсов – столько, что хватит для мытья двух слонов. Такие расходы непомерны для нашей планеты с ее почти неограниченными ресурсами. Но мы же должны думать о будущих поколениях. Ведь цель проекта – не только беречь, но и грамотно расходовать. Кто же отвечает за сохранность воды? Кто должен за это отвечать? Кто должен этим заниматься? Как вы считаете? Я считаю, как мы должны все следить за водой. Я чувствую о всем. Согласна. Мы же жители этой страны, да? Я всегда знала, что воду надо беречь. И всегда, когда я чищу зубы, я выключаю воду. А когда нужно сполоснуть – включаю. Эко-уроки будут проходить в течение недели – с 5 по 12 октября. Они адаптированы под все школьные возрасты. И находятся в открытом доступе в интернете. Воспользоваться ими может каждый учитель. Специальной особой подготовки данные эко-уроки не требуют. Все материалы можно получить на нашем сайте, на сайте движения эко, либо на специализированном сайте «Водный урок РФ». То есть, вчителя могут зайти в электронном варианте, зарегистрировавшись, получить все методические материалы. Они к ним придут в электронном варианте, что, собственно, очень удобно. И провести в течение этой недели эко-урок. Потом они присылают фотоотчет о проведении мероприятия и получают сертификат об участии в всероссийском проекте «Водный урок России». Подобные уроки будут проводиться и в будущем. Тем более, чем достаточно. Это и раздельный сбор мусора, и лесные ресурсы, и чистота воздуха. Организаторы уроков предлагают активно подключаться учителям к разработке учебных материалов и предлагать свои идеи. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. О дизайне не стоит говорить, его надо видеть. В Чувашском государственном художественном музее работает пятая международная выставка дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства «Шубашкарт-15». Участниками фестиваля в этом году стали художники из России, Дании, Израиля, Канады, Белоруссии и Польши. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. В этом году международная выставка дизайна посвящена сразу нескольким важным событиям. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в России и Году Константина Иванова в Чувашии открыла фестиваль фолл-группа «Дуняша стайл». Участники фестиваля смогли увидеть коллекцию дизайнерской одежды «Каникулы в деревне». Властья для отдыха и народные костюмы продемонстрировали ученики школы модельного агентства. По словам модельера Зинаида Маштановой, идея создания коллекции совместно с дизайнером вышивки Рина Ежергеной была взята буквально из бабушкиного сундука. Сочетать современный покрой одежды с этническими элементами в шитье оказалось не так уж и трудно. Современная одежда сочетается с вышивкой. То есть это в принципе все мировые звезды сейчас одеваются вышитые вещи. То есть поэтому нисколько не сложно. Дизайн как понятие комфорта, удобства и уюта существовал во все времена. Но именно сейчас он, по мнению специалистов, переживает второе рождение. Картины, авторские плакаты, инсталляции, так называемые умные вещи, они окружают нас повсюду. Если было такое выражение раньше популярное, что красота спасет мир, я так думаю, что, наверное, сегодня правильнее будет говорить, что дизайн спасет мир, потому что дизайн создает красивые, удобные вещи. В экспозиции представлены работы призеров и победителей таких конкурсов, как «Россия. Третий путь. Золотая блоха. Дизайн плюс дебют». Участники выставки современного плаката «Поэзия плюс дизайн» привезли в Чебоксары лучшие авторские экспонаты, посвященные юбилейным датам Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского. Особенную гордостью организаторов фестиваля вызвал тот факт, что на выставке есть работы учеников профильных вузов России. Уже состоявшиеся художники отмечают, что студенческие проекты достойно выглядят на фоне произведений зрелых мастеров. Ведь подобные мероприятия, по большему счету, проводятся ради них, чтобы молодое поколение дизайнеров росло и развивалось. Неформальное открытое общение в среде профессионального сообщества рождает новые идеи и оригинальные решения. Вы знаете, подобные фестивали проводить очень важно, чрезвычайно. Во-первых, это фейерверк, праздник. Это такой сгусток творческих идей, которые мы черпаем друг у другом. На одной площадке художественного музея собраны все самые интересные произведения зарубежных российских чувашских дизайнеров, архитекторов и художников декоративно-прикладного искусства, выполненные в течение последних лет. Здесь будет интересно не только знатокам, но и дилетантам от искусства. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. Вместо льда паркет, вместо фигуристов и хоккеистов – танцоры. В минувшие выходные в Ледовом дворце Чебоксары-арена состоялось первенство Приволжского федерального округа по бальным танцам. Наблюдала за соревнованиями Ольга Пырочкина. Эти молодые люди точно не постесняются пригласить девушку на танец. А их дамы знают, на паркете важны не только платье, прическа и танцевальная вариация. Еще осанка и улыбка. Начали первый соревновательный день самые маленькие. С утра отборочные туры и только ближе к вечеру финал. Александр и Амелия из Перми в перерывах между выходами на паркет не скучают. В свои 9 лет к подобным марафонам спортсмены привыкли. Я сказала маме, мама, давай я как сестра пойду танцевать на танце. Хочу быть потянутым мальчиком. И вот она меня поговорила с тренером. Сейчас я три года танцую уже. Мой любимый танец – самбо, потому что в нем как-то все в ритмах, как-то все красиво. Ребята из Казани каждую свободную минуту стараются оттачивать движение. В итоге на Чебоксарском турнире они в финале. Мы приехали сюда, как сказать, обкататься, что ли. Это наш первый турнир в этом сезоне. Я сначала хотел пойти в музыкальную школу, пошел туда, на гитару хотел пойти. А там мне оказалось место, пошел по специальности баян. А там мне сказали, надо укреплять мышцы спины. Сказали, либо плавнее, либо танцы. Я выбрал танцы, и вот так вот все сложилось. Пока дети на паркете за танцевальной площадкой пьют валерьянку родители. Каждый турнир для них большие затраты. Индивидуальные тренировки, костюмы, профессиональные обувь – все стоят недешево. Но финансовое бремя не самое тяжелое. Одно скажу, это очень тяжелый труд. Очень. Ну, особенно детям тяжело. Но мы, как бы, это очень волнительно. Для нас это самое главное – очки заработать, чтобы перейти в следующий класс мастерства. Пермь, Казань и еще 20 городов. Танцевальная фиеста собрала в столице Чувашии танцоров со всего ПФО. Мы проводим в 16-й раз турнир подобного плана. Это первенство и чемпионат Чувашской республики. В рамках этого турнира мы уже проводили не одно первенство Приволжского федерального округа. То есть в разных возрастах. Юниоры были и дети. И юниоры два. И вот построилась ледовая арена. И впервые в ледовой арене мы проводим турнир с расчетом на международный уровень. Чебоксарские танцоры на паркете выглядели достойно. Судьи отметили, наши спортсмены – хорошие конкуренты и казанцам, и нижегородцам, и даже москвичам. Нередко танцоры из Чувашии попадают в сборную страны. Завершилась танцевальная фиеста поздним вечером в воскресенье. Уже в понедельник танцорам снова на тренировку. Кого-то ждут поздравления, кого-то нагоняя тренеров. И они будут стараться еще больше, чтобы в итоге получить заветные медали и кубки. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. На этом я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин